В студии Думская ТВ продолжаем работу в прямом эфире, продолжаем говорить о парковках в Одессе, как работает этот бизнес, по-другому не назовешь. В студии у нас Ирина Тодорич, адвокат. Приветствуем вас. Здравствуйте. Также напоминаю нашим телезрителям, что у вас последняя возможность принять участие, в которой призываем вас, это голосование, которое было в течение всего информационного дня, звучало оно так. Средства, вырученные за парковку, должны, три варианта ответа, поступать в городской бюджет, должны получать операторы или я против платных парковок. Совсем скоро подведем итоги. У вас есть автомобиль, Ирина? Да. Платите до парковки? Конечно, плачу, через паркомат только. Правда, считаете, что это необходимо и этим своим отношением принципиально высказываете позицию? Да, вы знаете, я беру пример с европейских стран. На самом деле, мне кажется, это очень интересная тема, особенно именно даже не на уровне государства, а на уровне местном, то есть каждого города. Я считаю, что за парковки платить нужно, но только в том случае, когда действительно они соответствуют нормам и когда я не плачу деньги наличными каким-то непонятным сотрудникам, одетые в какие-то формы интересные. А когда есть паркомат, я подъезжаю, непосредственно забиваю там время, там есть время, номер своего автотранспортного средства и тем самым получаю талончик. А что делать? Мы же знаем, что далеко не каждая парковка у нас оборудована паркоматом. И подходит к вам человек вот в этой самой жилетке, говорит, пожалуйста, 15 гривен. Бывает такое, когда это на территории, допустим, города, когда это возле дороги или где-то, не знаю, там возле привоза, допустим, или возле другого рынка, то, конечно, я встаю и говорю, извините, где паркомат, покажите мне, где он, я подойду и оплачу. Если паркомата нету, извините, я платить не буду. И как обычно реагируют на это? Ничего, я улыбаюсь и ухожу. Ну, вам-то простите. Да, с вами, да, это вопрос по-другому складывается. В моем-то случае это может быть какая-то конфликтная ситуация. Сейчас услышим мнение телезрителя, дозвонившегося. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь и с чем пожаловали. Добрый вечер. Меня зовут Кирченко Александр. У меня воспитывается два ребенка с инвалидностью по зрению незрячей детки. Я хотел бы рассказать про ситуацию по поводу Шанбаума. Я увидел у вас в эфире Юрий Голочук, выступал Толкевич, выступал с высказыванием. Я хотел бы прокомментировать ситуацию со своей стороны. Пожалуйста, очень хорошо. Когда мы ехали в дельфинарию с детками, я живем на реабилитационные процедуры, на плавание с дельфинами, на шлагбаум, который в сторону находится со стороны дельфинария, нас отказывались пропускать бесплатно, несмотря на то, что мы ехали на такси. Алло, алло. Слышно меня? Алло. Не перебиваю. Говорите, вас слышно? Нас отказывались пропускать. Говорили, что обязательно надо взять талончик и оплатить проезд. Несмотря на то, что никакими парковками, ни стоянками, ничем пользоваться никто не собирался. Просто хотели, чтобы где-то подвезли ко входу дельфинария, чтобы мы вышли, и таксист спокойно себе уехал по своим делам. После этого я вышел, вытащил, этот охранник, который в будке сидит, сказал, обязательно надо нажать на кнопочку, взять талончик, иначе нас не пропустят. И потом на выезде обязательно заплатить. Естественно, водитель этого не делал. Я вышел, нажал на кнопку, взял этот талончик, выкинул его сразу же, и когда мы проехали уже, охранник говорит, все, вам теперь придется заплатить за целые сутки простоя. Отлично. Да, очень интересно. И дальше продолжим еще одну ситуацию. Да, а чем закончилась, пожалуйста, эта ситуация? С 2014 года по незаконной парковке на Валентине Терешковой, 15, я немножко так отойду от предметной зоны. И скажу, что были у него на приеме с телевидением с 7 канала, он обещал, что тоже будет организован нормальный проход людям с инвалидностью. Потому что там непосредственно в близости находятся три социально значимых объекта, это протезно-отопедическое предприятие и школа 93, которую посещают детки незрячие и учителя незрячие. Но до сих пор там творится хаус на территории школы, 15, это бизнес-центр Черемушки, и пройти беспрепятственно там невозможно. Чем закончилась история со шлагбаумом, где вам сказали заплатить за сутки, потому что вы выбросили талон? Нас водитель отвез в дельфинале, и он сам уже поднимался вверх, и я уже не в курсе ситуации, что там происходило дальше. Понятно. Александр, спасибо вам большое, что поделились своими историями. На предмет их попробуем побеседовать. Благодарим. Всего доброго. Спасибо. Ну вот такие решения принимают люди. Некоторые, как известно из последних новостей, сбивают шлагбаумы, некоторые выбрасывают билетики. Как такой, знаете, своего рода протест. Можно ли его расценивать, не нарушая правовое поле? Ну вот и по факту, да, если вы берете талон, и он теряется, ну мало ли что может произойти все-таки за целый день, если вы, например, целый день или даже несколько часов, и вам говорят, вот теперь платите за сутки. Это нормально? Или как вообще надо реагировать? Ну, во-первых, хочу прокомментировать эту ситуацию по поводу детей-инвалидов. Да. Но это вообще вопиющий случай, потому что по законодательству инвалиды первой-второй группы, дети-инвалиды в том числе, и даже чернобыльцы первой-второй группы имеют право на всех парковках оставлять свое транспортное средство, либо свое транспортное средство, либо если они не могут передвигаться, то лицо, которое их сопровождает, вообще бесплатно. Я вообще не понимаю, из-за чего произошла эта ситуация. Может быть, не было никакого подтверждающего документа с собой, возможно, но это уже человеческий фактор. Действительно, если... Ну да, кроме того, я должен сказать, что еще не совсем операторы хорошо осведомлены, в связи с чем я это говорю. С последними нашей ревизией наши журналисты отправлялись на подобные пропускные пункты, не очень охотно выходят на беседу. Я думаю, что они не совсем хорошо знакомы с порядком и правилами, которые я не утверждаю. Но мне кажется, что где-то это может умолчаться. Вполне возможно. Но я вам хочу сказать, что есть такой интересный юридический механизм. Каждый оператор, который стоит непосредственно там, либо его сотрудники, это не имеет значения, он несет ответственность. Он подписывает договор с организатором. С организатором это у нас КП Одесса Транспарксервис, сейчас так называется. Он подписывает договор со стороны Одесского горсовета, и там есть права и обязанности. И в том числе у оператора есть обязанность разъяснять людям, по поводу чего взимаются деньги, и какая сумма непосредственно. Тем более на видных местах должны быть обязательно размещены. Размещена схема парковки, размещен этот договор непосредственно, размещено решение горсовета, которым отводится это место непосредственно под парковку. Вот обязательно. И эти все документы можно увидеть, сфотографировать, не нужно их прятать. Потому что я сама сталкивалась с таким моментом очень часто, когда прячут, убегают, не говорят. Часто на вопросы, особенно на 13 фонтана. А за что вы берете деньги, не морозьте голову. Тут уже понимаете такой момент. Если тебе не сложно пройти по лестнице с 13 вниз, то, конечно, лучше прогуляться и не участвовать вот в этом. А если сложно, то иногда приходится даже платить за то, за что фактически ты платить не должен. Но я хочу отметить, что именно на пляже возле ресторана «Глэчик», по-моему, «Дельфин» это называется, в прошлом году, я была удивлена, действительно, с меня взяли за 3 часа нахождения там. Ровно 21 гривну, по 7 гривен в час. Единственная парковка была такая. Наши корреспонденты подготовили материал о самых скандальных случаях, связанных с парковками. Давайте посмотрим его и вернемся в студию. 9 июля 2012 года владыка, ситх и правая рука императора Палпатина Дарт Вейдер вместе с группой неравнодушных одесситов довольно красочно снес шлагбаум перед пляжной парковкой в районе 13-й станции Большого фонтана. 14 июля этого же года Дарт Вейдер вооружился космической бензопилой, с помощью которой атаковал несколько шлагбаумов на лонжероне, где с автомобилистов сдирали по 7 гривен за час. Остальные конструкции разломали люди в масках анонимусов. В июле 2012 года депутата Одесского горсовета Александра Шеремета остановили на выезде с пляжа Лонжерон и потребовали оплатить парковку. В ответ он заявил, что готов провести оплату только через терминал. Шеремету так и не удалось найти общий язык сотрудникам парковки, поэтому он просто поехал, протаранив шлагбаум. Я не буду стоять, я поеду. И поломаю машину себе. Еще раз говорю, вы задерживаете меня. Я вас колесам не препятствую. Так, все. Проезжай. Продожди. Принципиальная позиция не оплатить за проезд к морю и у руководителя движения беспечно мисту. Юрий Головчук считает незаконным установку шлагбаума, называет это мошенничеством и не собирается пополнять кому-то карманы. 30 мая, после некоторых пререканий с дежурным пропускного пункта, активист решил самостоятельно снести преграждающую конструкцию. Все, нет шлагбаума. Кто там обещал мне на краску скинуться, я вас жду. Сегодня вечером. Ребят, ну конечно, я вам скажу так, другого вопроса решить эту проблему нет. Ну стоит дебил, еще понимаешь, что он меня питается на слабо взять. Ты что, не пацан? Давай, ломай шлагбаум. Ну он меня попросил, а я ему поломал его. Ирина, как прокомментируете, собственно, вот подобное поведение, срезание шлагбаумов, сбивать их автомобилем с правовой точки зрения? Вы знаете, ну я считаю, что это вандализм, с правовой точки зрения это не метод. Нужно находить всегда аргументы. Если ты считаешь, что, вот допустим, как в одном случае, у тебя нет наличных денег, такое бывает. Это нормально. Действительно, по закону установлено несколько форм оплаты. И в том числе можно рассчитаться картой через терминал. Это уже другой вопрос, что оператор его не обеспечил. Но это уже проблема оператора. Потому что оператор должен обеспечить все необходимые способы. И тогда что должен, по идее, пропустить. Да, конечно, он не имеет права удерживать человека. Без законных на то оснований это имеет право только делать правоохранительные органы. Поэтому он его должен пропустить. Потому что оператор сам это не обеспечил. Так, да, ну если не пропускает, и человек действительно может куда-то спешить, что делать. Да, конечно. Ну надо максимально постараться объехать, но точно не сбивать. Если уже совершенно конфликтная ситуация зашла в тупик, надо вызывать полицию. И в таких случаях объяснять. Лучше, конечно, снять это все. Сейчас есть возможность снять это на камеру, в телефоне. И объяснить вначале спокойно оператору, либо его представителю, или кто там у него в трудовых отношениях или по гражданскоправному договору работает. Объяснить, что, извините, у меня нет наличных денежных средств. Действительно, у меня есть на карте деньги. Предоставьте мне терминал, я вам плачу 7 гривен. Сколько я там был там? 14, 21 и так далее. Невозависимо от того, какой там тариф. Поэтому, в принципе, все законно. По поводу тарифов. Они как-то регулируются? Их должны назначать? Имеет ли право арендатор устанавливать их самостоятельно? Это очень интересный вопрос. Что такое тариф? Действительно, в 2011 году были приняты правила. Горсоветом утверждены решения. В этих правилах есть два направления оплаты. Первое – это тариф, который утверждает исполком. Нашего Одесского горсовета. А второе – это сбор за парковку непосредственно. Так называемый налог, который оплачивает непосредственно оператор. И вот я интересную сегодня сделала налогию. Провела такой небольшой анализ для себя. Что я выявила? Во-первых, в 2017 году утверждены были новые ставки сбора. То есть тот, который платит оператор. Максимально я посмотрела по лонжерону, по Аркадии. Это 0,075% от минимальной заработной платы. Это за один квадратный метр непосредственно. 4,90, да. Мы уже смотрели. Непосредственного парковочного места за один день. Я не знаю, разные машины есть, разные квадратуры. Одна может, допустим, занимать 8 квадратных метров, какая-то 6. И вот вы как говорите, 4,90 это в среднем, допустим. Да, ты не считай площади. Да. Нет, но это как раз под площадью. Потому что налог платится именно под площадью. Я вычисляла, у меня получилось 2 гривны 40 копеек за один квадратный метр. Ну да, все правильно. Если умножить, я не знаю, разные машины. Есть маленькие совсем, может быть, там, допустим, 4,80 это будет стоить. Есть машины побольше, 6 квадратных метров, допустим, могут занимать, то они больше. Да, но это мы говорим о том, что уйдет в бюджет обязанности. Да, это уйдет в бюджет. Но, так вот, давайте умножим. Я умножила сегодня. Давайте поставим три точки, услышим депутата Одесского городского совета Ольга Квасницкая у нас на телефонной связи. И с вами продолжим. Ольга, приветствуем вас, добрый вечер. Добрый вечер. Возвращаемся к этой теме, ну, по всяким причинам понятным, совсем скоро, уже завтра полноценно высокий сезон в Одессе начинается, да и появилось уже множество этих шлагбаумов в самых рыбных местах зимой их нет. Ну, поэтому говорим об этом сейчас. Что скажете, как быть, сколько прав сегодня у автомобилиста? Уже обрисовали три возможных варианта оплаты. Когда можно сказать «нет» оператору? Ну, если говорить о том, что мы все законополослушные граждане и одесситы, и любим свой город, конечно же, мы не имеем права с вами ломать шланбауму и, в общем-то, устраивать то, что я видела уже было и в сетях, и, в общем-то, сейчас, я так понимаю, обсуждаются в вашей студии. Мы можем быть не согласны с тарифами, с ставками, которые были утверждены непосредственно горсоветом и с тем тарифом, который утвержден непосредственно оператором самостоятельно на сегодняшний день. Для этого существует правоохранительная система и судебная система. Я, как юрист, иначе не могу ответить. Другое дело, что сейчас мы видим тотальное нарушение прав одесситов, и не учитывается, в общем-то, тот момент, что на сегодняшний день тарифы на парковочные места не утверждены, и этот вопрос нужно поднимать. И я сейчас, в общем-то, этим вопросом и занимаюсь. Сделаны соответствующие запросы, я сейчас хочу получить на них ответы, чтобы потом профессионально подойти к этому вопросу с определенными предложениями. Скажите, пожалуйста, а тарифы должны быть каждый год, должны пересматриваться, либо они как-то фиксируются и уже остаются там на протяжении определенных лет? Нет, они могут пересматриваться, в общем-то, но задача в другом же. Правильно, в студии я, к сожалению, услышала, кто ваш гость, заметила, что существует понятие ставок и тарифов. И тарифы на сегодняшний день самостоятельно операторы устанавливают, и для них нет никаких границ от либо до. Они самостоятельно себе решают, но вы понимаете, что здесь, опять же, нужно отличать понятие парковки от стоянки. И недавно в вашей студии был депутат, который говорил о том, что на Лонжероне шла речь с его уст о стоянке, поэтому якобы оператор самостоятельно установил тариф. Но хочу сказать, что это не стоянка, а однозначно парковка. И на это, в общем-то, также есть соответствующие объяснения и законодательства, которые, в общем-то, я думаю, все-таки аргументированно поспорят с гостем, который утверждал, что это все-таки не парковка, а стоянка. Всего этого тарифы не устанавливают самостоятельно. Нет, на парковочные места тарифы должны быть установлены исполнительным комитетом. Но они, к сожалению, на сегодняшний день отсутствуют. А как же так получилось, что вы подошли к высокому сезону без тарифов, когда этот вопрос всегда очень остро стоит? Ну, вот, понимаете, не до этого, я так понимаю. Не до этого у местных властей, и они этим вопросом не занимаются. Прогнозом вы готовите сейчас запрос, когда будет ясность? Ну, по законодательству в течение 10 дней мне должны дать ответы. Когда я была в вашей студии, мы с вами, в общем-то, и договорились, что я все выясняю и прихожу к вам уже с результатом. Ждем вас с результатом по-прежнему. Спасибо большое. Ольга Квасницкая, депутат Одесского городского совета, была у нас на телефонной связи. Ирина, возвращаемся к вам к вашим подсчетам. Что-то интересное обещали дорассказать. Да, так вот, и получается, что, как сказала Ирина, которая звонила нам сюда в студию, она сказала, что тарифов нет. Ну, на самом деле тарифы есть, просто они не соответствуют тем, которые сейчас устанавливают сами себе операторы. Потому что когда-то крайнее решение Одесского исполкома 2015 года, но еще есть решение 2011 года, и они даже не отменены, они действуют параллельно. Ну, максимальный, можно сказать, тариф – это 8 гривен в час. Там есть где-то 3, где-то 5, где-то 7, 8 гривен в час. Вот, поэтому просто сейчас такие тарифы устанавливают, которые не соответствуют тем, что было установлено раньше. Даже берем, если 8 гривен в час, считаем 24 часа. За 24 часа по 8 гривен, ну так, максимально. Ну, даже пусть 20, да. Или сколько получается? 192 гривны. Получается, это то, что в день может получить с одного парка места вот этот оператор. А помните, я вам говорила тариф по поводу того, сколько перечисляют денег в бюджет? А перечисляют денег, ну, в среднем, за среднее место, допустим, 7,5 гривен. То есть, получается, ну, разницу вы чувствуете. Ощутимо. Да. Давайте послушаем, чувствуют ли эту разницу. Действительно, наши корреспонденты провели опрос. Давайте его посмотрим и вернемся к обсуждению. Многоэтажная парковочка. Вот такие должны быть современные, как во всей Европе. На улицах, конечно, должны стоять. Пробки из-за этого вечные. Из-за этого долго, вечно добираемся. Это всех раздражает, всех бесит. Все не должны так делать, и все почему-то делают. Смотрят, ой, это так делает, и все тоже так делают. Это нехорошо. Должно быть это максимально дешево, я считаю, чтобы доступно, чтобы люди, естественно, так не ставили. Но я считаю, что тут можно брать количество. Если будет много каких-то таких больших парковок, многоэтажных, платных даже, то в конкуренции между собой, мне кажется, цены сами по себе опустятся. Это логично было бы. Современные парковки должны быть наземные и подземные паркинги, чтобы не было вдоль улицы занято все машинами, и можно было по-человечески припарковаться, пусть даже заплатить за это. Но не мешать людям, во-первых, ходить, чтобы паркуются и на проходную часть, то есть на тротуары заезжают. То есть я сам вывожу машину и стараюсь, если паркуюсь так, чтобы не мешать никому. А по ценовой политике? Я думаю, что если это будет 5 гривен в час, там, это будет нормально. То есть просто везде сейчас у нас дороже. Ясно, что когда машины загораживают дорогу, это плохо. Значит, есть вариант. Либо надо расширять дороги, либо надо прятать машины. Но какое решение примет родной город, это мы увидим. Желательно, чтобы было удобно и ходить, и ездить нормально. Потому что это все... Это обидно, что мы тут постоянно паркуемся. Ну, иногда, если успеешь, хорошо, если не успеешь, то плохо уже. То есть мало парковок, либо мало места вот? Да, мало места. В современной парковке должны быть без этих вот пьяных парковщиков, да, от которых там за 2 метра несет алкоголем. Должно быть, как бы уже есть в городе, в центре города есть уже оборудование парковки, где можно бросать монетку, да, это самое. Должны, гаишники, полиция, вернее, должны следить за тем, чтобы вот люди платили. Но у нас, как бы, в городе, как бы, я вижу, что основная проблема – это то, что люди бросают машину, где попало, и закрывают просто дорогу. Вот это просто невозможно, здесь образовываются пробки. Полиция вообще не реагирует. Просто они даже проезжают мимо, стоит машина посреди дороги и даже не обращают внимания. Вот это вот... По ценовой политике, вот как вы считаете, как... По ценовой политике, в центре города, я думаю, что 5 гривен в час – это вот оправданная цена. Но эти 5 гривен в час должны пойти в бюджет, а не в карман этим алкоголикам. Ну, вот и такое мнение у одесситов. Каждый его высказывает, и хорошо, что мы можем подвести итоги. Однако, когда мы с вами были в перерыве, успели коснуться в каком-то смысле Европы. И их примера, как они с парковками справляются. И я упомянул о том, что там очень добросовестные автомобилисты. Они ставят автомобиль и сразу же идут к паркомату. Берут оттуда чек, на котором выбито время, и потом рассчитываются за время простое. И их очень беспокоит, чтобы полицейский не, ну, скажем, не уличил их в неуплате или в недобросовестности. Такое в Одессе, в Украине возможно? Я думаю, что возможно. При наличии нескольких совокупных факторов. Ну, во-первых, конечно, должна идти инициатива от Горсовета. Почему? Потому что в этих взаимоотношениях, на самом деле, много разных субъектов. Это Горсовет, который устанавливает непосредственно ставки. И который принимает решения по выделению этих земельных участков под парковки. Затем это, конечно, исполком, который устанавливает тарифы для нас с вами, для пользователей. Затем это департамент транспорта, который делает, скажем так, подготовительную работу и для Горсовета, в том числе и организовывает конкурс. Является его не организатором, а заказчиком, скажем так. Это также и организатор, непосредственно уполномоченное лицо, который на сегодняшний момент, это Одесса Транспарксервис, который подписывает документ главный, это договор между Горсоветом, от имени Горсовета и непосредственно оператором. И оператор, который должен выполнять и обеспечивать нас с вами хорошими, качественными парковками. Обязательно с паркоматами, обязательно. Потому что чем меньше взаимодействия с людьми, тем меньше коррупции, тем меньше возможности что-то где-то скрыть. Но пока, очевидно, по этому пути у нас никто идти не хочет. С сожалению, нет. Но вы знаете, нужно к этому стремиться. Я думаю, что каждый должен начинать с себя, прежде всего. Если тебе не сложно... Вот прямо, если говорить, не заработаешь. Все же это понимают прекрасно. Частные предприниматели, у которых есть возможность договориться, под этого частного предпринимателя поставить один шелакбаум, это будет, наверное, единственная затрата. Я сегодня более внимательно еще раз изучила это решение Горсовета. Я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, очень многие парковки, вот такие стихийные, которые у нас на 3 месяца организовываются, они работают вообще без договоров, потому что в законе есть лазейка, есть возможность этому оператору, пока не назначен конкурс, а конкурс назначается департаментом, можно назначить так называемого временного оператора на 3 месяца. Но у нас когда летний сезон самый вкусный? Идеально просто. Поэтому я не буду утверждать, но вот у меня такое внутреннее глубокое ощущение. Спасибо вам большое, Ирина. Спасибо, что поделились информацией, которую подготовили к эфиру. Спасибо. Ирина Тодольевича, адвокат, была у нас в гостях. К этому часу мы подводим итоги голосования. Всего информационного вечера на телеканале Домская ТВ. Вопрос звучал так. Средства, полученные за парковки, должны ли три варианта ответа поступать в городской бюджет? 38% принявших участие в голосовании. Получать должны операторы? 13% и третий предложенный вариант. Я против платных парковок? 49% тех людей, которые приняли участие в голосовании. Говори вам спасибо за это. Передаем слово, финальное слово на сегодня Али Есиной. А мы увидимся уже завтра. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова